Привет, друзья! 49 серия навела большую шумиху, поэтому сегодня мы досконально его разберем и я покажу абсолютно все секреты, которые вы, возможно, не заметили. Их в этот раз очень много, поэтому смотрите ролик до конца, чтобы не пропустить самое интересное. В конце мы, как обычно, поговорим о теориях, поэтому вам очень понравится. Действие новой серии происходит в той же локации, что и в предыдущей серии, и также нет ссылки на карту, как и в тот раз. TheFuckBoom отредактировал эту карту очень сильно, сперва давайте обратим внимание на руку снимающего персонажа. В 48 серии у нас были руки ученого камерамена в халате, и в этот раз мы от лица обычного камерамена. Также по рукам и ракурсу понятно, что мы потеряли сознание и поднимаемся. До этого момента операторов мы видели только в двух состояниях, они либо были живы, либо мертвы. Когда оператор встает, мы видим граффити, и в первой букве, скорее всего, не просто так в центре виднеется что-то похожее на голову тивимена. Как вы знаем, все тивимены говорят слово «задом наперед», поэтому прочитаем надпись так же, как они произносят. Если читать «задом наперед», то получается слово «зомби». Это именно тот эффект, который имеет экраны телевизоров. Мы также видим спикермена с оторванной головой. Такого же мы видели неоднократно, например, в серии 24, когда тот помог нам встать на ноги. Мы встаем и видим еще троих операторов, у одного из которых также отсутствует голова. Это не похоже на атаку скибиди-циркулярки, скорее всего, он бы просто их распилил на две части. Похоже, они были убиты обычными скибиди-туалетами. Рядом лежит разрушенная ремонтная камера, однако мы не видим их тело, поэтому легко предположить, что это именно те, которые заряжали энергией Титана, камерамена в эпизоде 23. Камера Титан, кстати, в конце эпизода наконец-то появляется, поэтому смотрите до конца. И, конечно же, не забывайте про лайки и подписку. Если наберем 10 тысяч лайков, сразу же выходит следующий ролик, где будет интересная теория, которая в американских форумах очень сильно набирает обороты и подкрепляется все большими доказательствами с каждой новой серией. Спасибо за лайки и подписку. Ну а мы продолжаем и видим улучшенную версию Джимена с желтыми очками. Судя по всему, он сделал выводы после боя с Тилменом Титаном, где чуть не проиграл. И эти очки также внешне немного похожи на очки Дефукбума. И это как бы намек, что создатель помогает скибиди-туалетом. Далее он взрывает что-то, улетает с поля зрения. Обратите внимание на его размеры, кстати. В течение ролика вы поймете, почему я это сказал. Джи-туалет улетает, а перед нами целая улица с двумя разрушенными туалетами. А вдалеке видим, что идет какой-то бой. А далее разрушенный пополам оператор показывает нам большой палец вниз. Это также новинка для сериала, потому что до этого нам показывали только палец вверх. На протяжении всей серии мы не увидим вторую часть этого камерамена. Предполагается, что пиломен был тут какое-то время назад. Посмотрите на него, он выглядит точно так же, как в последнем эпизоде. Многие мои зрители на нашем телеграм-канале предполагают, что у этого вентузмена особая роль в сериале. Не просто же так, нам так часто его показывают. Но как мы видим, он к сожалению уничтожен. Кстати, есть вероятность, что таких вентузменов много. И мы видели только одну из них. Далее мы видим новое творение. Скубиду туалет атакует нас. В первую очередь мы замечаем, что все больше туалетов имеют роботизированные ноги или же летающие тарелки. В то время как первые скибиди просто ползали. Видимо, ученый туалет постоянно изобретает новые вещи. Мы видим все больше сильных экземпляров. Давайте подробнее рассмотрим его. Во-первых, сразу замечаем динамик КПРЛ, как у обычного спикермена. На голове камера, но черного цвета, как у вентузмена. Исходя из этого, делаем вывод, что таких вентузменов все-таки несколько. А это значит, один из них в последнем эпизоде выжил. Это очень важно, так как в противном случае потерялась бы пушка. Она очень бувая и в будущем поможет вылечить спикермена-гиганта. Но вернемся к нашему монстру. Одна из его рук модифицирована пилой. А другая что-то вроде пушки или электрошокера. А его глаза защищены новым устройством, которое плотно прикреплено к голове. Но не похоже ни на одни предыдущие очки. Кажется вероятным, что ученый-скебедист тестирует различные варианты защиты от телевизоров. Но странно, что у G-туалета вообще не было никакой защиты для глаз. И только в этом эпизоде появляются очки. В то время как другие туалеты имеют разные маски. Тем самым делая защиту от тимена в синее. Кстати, сзади у него есть еще одна рука. Похожее мы видели у ТВ Титана. Который определенно помогает в бою эффективно. Однако остается открытый вопрос для меня. Зачем этому Скубиду нужна камера и динамик? До этого мы видели, как Скубидисты используют камеру вместо глаз. Но этот может видеть. Может быть ему нужна камера, чтобы иметь лучший обзор по бокам. Но с динамиками я все еще не уверен. Какой смысл он несет, кроме как трофея. Обратите внимание, как осторожно он движется к нашему персонажу. Как будто хочет отупилить что-то, не повредив. Чтобы стать еще сильнее с помощью каких-то деталей, прикрепленных к нашему персонажу. Дальше мы видим, что что-то ударило в унитаз и разбило его очки. Это не было похоже на пулю или что-то материальное. Это что-то по типу энергетического скачка. И затем мы видим Тиви Мена и внезапно Тиви Вумен. Это второй раз за всю историю сериала, когда нам показывают девушку. Впервые мы видели камеру девушку в 29 серии. Обратите внимание на штуку справа от головы охранника Тиви Вумен. Похоже, что именно это сломало очки Скубиду. Потому что больше ничего, кроме телевизора, не подкреплено на них. Я не помню, чтобы до этого Тиви Вумены разбивали стекла очков. По-видимому, ученые агентов изобрели пушку, стреляющую в очки, разбивая их. И это здорово, что мы наблюдаем технологическую гонку между двумя сторонами. Но вернемся к Тиви Вумен. У нее есть способность поджигать свою жертву. Свечение ее экрана оранжевое. Хотя мы видели только синее и красное свечение у других Тиви. В то время, как загоревший монстр падает, мы видим распиленного оператора. Надеемся, что он выживет. Тут лучше видно, что это та же камера, как у Вантузмена. Здесь же вылетают два новых унитаза. Услышав горячего Скибиди, тут же направляясь к Тиви Вумен. Вы можете подумать, что тут видно только одного Скибиди. Но есть еще один на заднем фоне. Вот четкий слой от огромного вертолетного туалета в маске. Помните, я вам сказал обратить внимание на размеры Джимена? Так вот, посмотрите, насколько больше этот туалет. Определенно мы можем назвать его новым Титаном Скибиди. Циркулярка хочет сделать тот же трюк, как в 48 серии, приближаясь на огромной скорости к нам. Но здесь мы выйдем в вторую способность. Ее голова может превратиться в временный паразит, поражающий врагов. В отличие от Скибиди паразитов, которых нужно кидать на противников сверху, Тиви паразит оснащен реактивным двигателем и сам летит к цели. Похоже на то, что Тиви Мены украли технологии у ученого туалета. Что неудивительно, так как они могут телепортироваться куда угодно. Что им мешало украсть пару документов с кабинета ученого туалета. Если внимательнее посмотреть по бокам, можно заметить странные динамики, больше похожие на камеры. Кстати, технология паразитов такая же, как и было у туалетов с синими молниями во время заражения. Также мы замечаем две реактивные двигатели сзади для полета. Но лучше обратите внимание, когда болгарка летит прямо на Скибиди Титан, он переворачивается от взрыва. Сложно сказать, выжил ли он или нет, но сам паразит спокойно вернулся к телу. И наконец, самое эпичное, мы слышим и видим новых больших Скибиди. В том числе Страйдера, которого нам показывали в 47 серии. Обратите внимание, охранники начали выдвигаться вперед. Потом станет понятно почему. Кстати, тут я насчитал 4 туалета. Один слева, два справа и четвертый Страйдер на заднем плане. Но перед этим, вы знали, что камерамены зависают в Гранд Мобайл? И они даже придумали подарок для моих зрителей по промокоду Скибиди. Ты получишь гелик, вип на 7 дней и 30 тысяч рублей. И заодно поможешь агентам выиграть эту войну. Я сам играю в эту мобилку, впервые в написании сценариев, поэтому жду тебя в игре. Ссылка на игру в описании. Ждем тебя, дружище. Присоединяйся и будь частью нашего комьюнити. Третья способность Human заключается в групповой телепортации. Она схватила нас и перенесла в безопасное место. А именно в лабораторию. Здесь можно заметить очень много интересного. Самое очевидное, это плакат камерамена Титана. Моего любимого персонажа в этом сериале. Я рад, что Дэйв Фук не забыл про этого персонажа. Такой же плакат мы видели в последней серии, где появлялся Титан, в котором его чинили и улучшали. Интересные детали. Охранник и Тимумен также могут телепортироваться и спасли того распиленного бедолагу. Но тогда мне непонятно, зачем они бросили остальных в 43 серии. Возможно, не успели или просто не хватило сил этой способности, чтобы захватить всех. Но я все равно расцениваю это как предательство. И думаю, определенная группа Тиви-менов не слишком верна агентам. Думаю, ожидаемо будет, если именно они сделают удар в спину агентам. Я был бы осторожнее с ними. Однако в этом эпизоде мы видим добрых Тиви-менов, которые не оставили в беде агента. Кстати, тут виднеется инженер-камерамен. Точно такие же ребята чинили камерамены Титана. Если обратить внимание на потолки, они такие же. Он, скорее всего, до сих пор чилит в соседней комнате с инженерами. Когда Тиви-вумен снова тэпэхнулась куда-то, что-то на панели высветилось. Что может говорить о ее искусственном происхождении. То есть ее управляют издалека, как радиоуправляемого робота. Или же они только контролируют телепортацию этих самых телевизоров. Так или иначе, знак помощь приближается. После этого эпизода, скорее всего, отсылается именно к Титану-камерамену. До этого в шорсах я говорил о лечении Спикермена. И что, скорее всего, это он спасет всех. Но, скорее всего, на данный момент нам стоит ожидать камерамена Титана. А Спикермена пока непонятно, когда вылечит. И также понятно, что он будет намного сильнее, чем мы видели раньше. У меня есть чувство, что Титан прямо за этими воротами. Через которые раньше проникали туалеты. И я попытался посмотреть этот эпизод задом неперед, чтобы понять, что тут говорится. Но внятного ничего не слышно. Скорее всего, Дефу-бум наложил еще какой-то эффект, кроме реверса. Однако, второе слово слышно точно. Ноу. Что переводится как «сейчас». Сами послушайте. Если среди нас есть люди, которые хорошо понимают английскую речь на слух, попробуйте перевести. Жду вас в комментариях. Но не думаю, что это даст сильное понимание сюжета. Поэтому не будем сильно на этом зацикливаться. На данный момент теория о новых расах пока не актуальна. Думаю, в этом сезоне будет раскрытие сюжетной линии камерамена Титана. А также ближе познакомимся с новым суперзлодейм от Скибеди. Скорее всего, Тивиу Мэнни уже готовят большого паразита для него. Будет забавно смотреть на то, как Джи Мэн будет сражаться на стороне агентов, в то время как Спикер Мэн будет вместе с туалетами. Также я уверен, что в этом сезоне также и починит Тиви Мэна Титана. Думаю, просто поменяет его голову. Возможно, даже станет компьютером. Но это уже другая история. Мы скоро станем свидетелями эпичной битвы за право управлять Титаном. Если хотите больше этих подробных разборов и теорий, подпишитесь на мой канал. А также на наш телеграм-канал. Ссылка в описании. Также вы можете накидать ваши теории, которые, возможно, появятся в будущих роликах. Всем спасибо за просмотр. Еще увидимся.